Три вражеских обстрела зафиксировали сегодня в зоне АТО. Напряжение на ключевых точках фронта не снизилось. Одна из них поселок Верхнеторецкое. В его окрестностях этой ночью военным пришлось останавливать прорыв диверсионной группы боевиков. Все подробности знает Ирина Баглай. Перед выходом на так называемую нулевку передовые позиции, свежие новости о боевой ситуации и инструктаж от командира. Якобычно утес, пока было перемещение техники. Тут быстренько пробегаем. Чего? Снайпера работают. Работают снайперы российских наемников с нескольких направлений, но в последние дни против них погода. По донбасским степям гуляет сильный ветер, и у наших бойцов появилось немного времени передохнуть от их прострелов. Но как только смеркается, активизируются диверсионные группы. Местность позволяет здесь подойти практически вплотную, на расстоянии 50-100 метров. Балки, яры, деревья. Помимо ландшафта, штурмовики используют для вылазок темное время суток, чтобы оставаться незаметными. Это буквально вот так, как только начинает смеркаться, но еще не темно. Это мы их не можем тяжко побачить, продавиться в бинокль, потому что уже темно, еще тепловизор не видно. Прорыв такой группы удалось остановить и этой ночью. По склону там ярок и типа погребов, что-то такое, или зерносховыщие, они туда и подходят к ферм. И тогда уже нас проверяют. Бывает, наблюдают, бывает, простреливают, бывает, оставляют растяжки. Эта ферма возле позиции наших бойцов является укрытием диверсантов-штурмовиков. Правда, после последнего минометного обстрела свое убежище боевики сами же и разрушили. Линия фронта буквально напичкана вражескими огневыми точками. А недавно, говорит командир противник, подтянул боевую технику. На этом участке есть минометы, СПГ, чуть дальше, в соседнем дачном поселке, там точка, но она стояла. Это хорошее укрытие. Можно загнать технику. Можно загнать технику в сарай какую-нибудь. За первой линией укреплений, захваченная боевиками Пантелеймоновка, а чуть дальше Ясиноватая, по трассе между ними последнюю неделю едва ли не каждую ночь военные фиксируют интенсивное передвижение колонн вражеских боевых машин. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк.